всем привет меня зовут олег вы на канале random game и мы продолжаем проходить игру horizon zero down в общем предыдущей серии мы остановились на задании куда-то она делась а у меня так великие тайны земли основное задание л и следует древние руины под цитаделью и узнает невероятную ну она еще ничего не узнала бред в общем я говорил в конце предыдущей серии что пройду дополнительные задания но что-то как-то знаешь не срослось не срослось у меня как бы ну мало времени и не так много желания чтобы я это время как бы уделила этому моменту так что я не буду этого делать я не буду этого делать мы просто пойдем сейчас по сюжету потому что ну что-то у меня мое прохождение затягивается я посвятил жизнь тому чтобы выведать тайны этого мира откуда взялись машины почему сгинули предтечи способные творить такие чудеса и многие годы десятилетиями и натыкался на стены которых не сломать и двери которых не открыть пока из дикого востока не явилась охотница и на перед ней все тайны мира лежат как на ладони полагаю тебе с этой дверью повезет больше чем мне проводится опознание генетический профиль подтвержден вход разрешен неисправность 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 я что смеюсь тебя очень никто не спрашивал мне нужен доступ запрошен доступ корневые командные функции доступны желаете продолжить желаю открывай дверь анализ основной порт доступа неисправен ввиду механической поломки доступна процедура аварийного вентилирования желаете продолжить почему значок скачать отчета скачала недооценил тебе который раз полива 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 падайте на колени быстрее быстрее на колени падать это привлечет внимание дала теперь нам придется поторопиться нам вот именно влеть иди нахуй надоел сука ки него в черный список а хотя бы на полчасика он заебал так о чем я говорил я говорил о том что я не буду проходить дополнительное задание просто пойду уже по сюжету потому что потому что мое прохождение затянулось да заебали ну хоррэ ну хоррэ ну серьёзно иди нахуй осмотрись я говорил про то я не пойду сейчас дай договорю то они опять болтать начнут о том что игру я начал проходить скажем так наверное в числах у его знает числах наверное где-то ближе к двадцатому числу июля до июля 20 где-то июля около него можете даже пораньше и сейчас уже сегодня на данный момент 5 августа вот это вот какая получается серия одиннадцатая да да по моему одиннадцатая серия ну вот посчитать что-то прям дохуя у меня на это дело времени выходит объясню почему так произошло потому что на начале своего прохождения я наперёд записал очень много серий где-то серии наверное 76 были записаны просто чуть ли не в один день в два наверно выходные просто сел записал потом как-то все это затянулась и я очень долго не играл и как-то короче у меня не у меня не осталось записанных серий наперед поэтому ты увидел наверное как сказать-то блять как все за стопорилось на на восьмой серии наверное на 8 или на 9 до 9 до 9 серии все маленько подстопорилось это потому что у меня нет записанных наперед серии поэтому мне надо проходить короче ей на дополнительные задели заданиями тупо нету времени меня нет времени даже как бы ну на основные это толком и я вот пришел с работы и вот сижу записываю выходные как-то знаешь жарко жарко вот серьезно я не могу прям вот не могу жарко прям точно играть играть не охота когда дождик идет я нормально играть хорошо там прохладенько ништяка для джора прям у меня убивать и не могу сюда я не могу сидеть играть поможет сдержать наступление роботов я знаю вы это слышали потому что я сам пустил этот слух и все это ложь новый рассвет вовсе не проект супероружие и он нас не спасет ничто не спасет нас вот почему когда мы узнали о сбое было уже поздно чему фаро не остановить никак роботы будут размножаться и поглощать биосферу жизнь на земле будет уничтожена наша планета превратится в бесплодный шар глобальное вымирание уже неизбежно сколько бы мы не убили роботы размножаются в геометрической прогрессии будь у нас коды деактивации мы бы их всех отключили весь рой но они используют многофазные запутанные колебательные сигналы на то чтобы взломать такой код уйдет полвека у нас всего 16 месяцев так что этот вариант не подойдет уничтожение биосферы не тот случай когда можно отсидеться в бункере или на орбитальной станции земля какой мы ее знали исчезнет останется токсичная каменная глыба населенная роботами фаро спящими в ожидании еды вот правда что кроется за ложью об операции свобода моей лужи ложью призванные побудить миллионы невинных людей пожертвовать собой в бою зачем цель одна выиграть время для вас и для вашей работы здесь день когда все живое на земле вымрет уже близок он неизбежен суть нового рассвета в том чтобы мир мог возродиться но право пролить этот луч света во тьму я предоставлю элизабет собек у меня все но все понятно исчезла он сказал что это неизбежно не избежали но не гадай ну пойдем дальше и узнаем хуль гадать . чо дверь нет да открой дверь что вот это вот гадание иди да дальше и узнаешь что вот этот угадай к катит по вдруг поможет кино чо правду несмотря ни на что рассредоточиться убивать все что движется что это такое гробница он заебись типа я должен был сюда попасть через какую-то странную специальную дверь они типа ну просто как бы зашли через какие-то шахты очень честно чет там ковыряешься это это моё здесь все моё я не знаю тяжело так сразу это осмыслить холи рядом со мной сидел лауреат нобелевской премии по биофизике и еще какой-то монах не говорит не по-английски не по-китайски очень странно а генерал херес что он имел виду роботов чума фара я понимаю все это очень страшно но неужели их правда не остановить зачем говорить такое шанхае у меня друзья родные они уже присоединились к операции свободы как эту хуйню выключить я нечаянно и включила заткнись я не специально это что мои кишки вот это вот такая загадка прямо невозможная было типа кто такая лизабет собак и кем она приходится для тела никто будто не заметил что у них блять идентичные голоса на начальном прохождении еще это заметил все за бред ладно они там ну как бы одна старше другая моложена бля голос то голос идентичный проекта новый рассвет создать разумную автономную систему слышишь голос то один тоже но прям вообще прям не загадка вот серьезно что нужно такой системе в основе искусственный интеллект способный принимать триллионы решений необходимых для реконструирования биосферы бессмертный страж призванный возродить жизнь на земле ее имя гея мать природа в форме машины но это лишь ядро системы толерантненько блять почему она чернокожая ну ладно допустим ими ее сознание для выполнения конкретных задач и хоть это и не искусственный интеллект но каждая из них представляет собой инженерную задачу более сложную чем все что человечество создавало прежде технические средства которые смогут сберечь и взрастить миллиарды семян и эмбрионов подземные комплексы где все это должно храниться и это только начало нам не нужно строить все самим автономная система терра формирования сможет строить себя сама в ближайшее время вы поймете как все эти элементы и функции сложатся воедино поймете как быстро будет нужно собрать материал написать код создать и разместить оборудование а потом запечатать комплексы прежде чем настанет конец но что еще важнее вы поймете что мир выживет гея напишет коды деактивации о которых говорил генерал хэрес построит трансляторы для передачи сигнала и отключить роботов фара навсегда гея не просто построит роботов но и разработает их под те задачи которые могут встать перед ней в будущем будь то очистка зараженной атмосферы и отравленных морей озеленение земли семенами из креохранилищ заселение планеты организмами и когда все будет готово в колыбелях раскиданных по всему миру родится новое поколение людей они получат аполлон огромную базу данных о всех достижениях человечества откуда они все узнают о нас и самое главное как не повторить наших ошибок это не пустая мечта ее можно воплотить работая без устали не останавливаясь ни перед чем мы не спасем мир от гибели но вместе с вами и с геей мы создадим надежду давайте создадим надежду на будущее вся земля погибла но потом ее воссоздали до машина машина созидающая это сделала элизабет ради жизни ради нас тогда зачем аид если он был частью геи как он оказался внутри робота фару почему он хочет меня убить аполлон архив знаний что с ним стало я как и ты в замешательстве возможно ответ нас ждет впереди так ну пойдем вперед они сказали типа у каждого робота типа своя функция кто-то там типа вспахивает землю кто-то счет какая функция у пилозуба с пулеметом на спине че он делает че он должен был че он по идее гей делать что колоком нахуй пользован только стреляет из пулемет по людям грибочки нет никого ничего не сейчас погибнуть да ты обо мне беспокоишься охуеть можно да он того отметью да и я тебя щас в секу лошара не пойдешь проверять даже что за друг то такой его народ позорище и вы но так не частный ебучий случай ты ты меня первым замечаешь а нельзя как-то руки поменять ну типа стрелять допустим ну с левой руки ну типа слева прицел сделать нет но ты понял слева плеча и вот вот так слева плеча не как я это возьму что как она пидор не нравится никому не нравится чё открыть я понял открыть дверь а когда у меня хп успела боится интересно я не заметил пойдем в кладовую искать почему нет почему бы и нет пойдем убрать руки не оттуда растут я удивляюсь как он умудрился вставить эмиттер задом наперед теперь все перепуталась мне не платят за то чтобы я за ним косяки пусть теперь сам идет на склад за новым эмиттером раз такой умный а где блять склад как туда попасть так вот какая-то хуйня сверху есть как туда попасть ну а чего так ну давай вот эту сначала можно составить типа какая-то дверь откроется лево вверх лево вниз вправо влево вверх влево вниз вправо вниз и вправо да вот открыл за отлично это склада а если бы не хватало допустим эмиттера имена от склада а я оттуда как он как бы она туда попадала типа ну все чё холь не судьба пошли по домам нашла вроде без повреждений ну естественно если были повреждения пошли пти три час игра окончена и все такое так есть теперь она сказала что все перепуталась и все наоборот то есть типа вверх это вниз что ли я не понял подошли я не понял типа в обратной последовательности или типа наоборот типа вверх это низ лево это право не на наверно в обратной последовательности так вверх вверх влево нет подожди вверх вправо типа вот так вот вправо затем вниз влево вниз влево вверх не нихуя не так не наверное все таки наоборот давай так вот вниз да вправо стоит да да вправо вниз влево а нет подожди вверх это низ лево это право низ это вверх так вот вниз это вверх право это лево влево все стоить вверх это низ хуй сукачо нихуя не понял низ право вверх лево вверх вниз может типа блядь может типа блядь вверх лево стоит вниз вниз вправо вверх вверх а шо ты блядь говно ты сука чё не так то блядь но вот это вот сама хуёвина она перевернутая видишь то есть должно быть если перевернуть а подожди валять валять подождем так вниз затем вправо затем вверх я буду так же сделал блядь вверх вправо и вниз а сука ладно я понял я что за ним да я короче изначально я правильно понял что они все наоборот только я не перевернул сами вот эти вот доску она доска неправильно стоит то есть доску надо попернуть и маленько последний все понятно 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 я изначально правильно понял но я маленько не не додумал вот так вот я чем ли все время мучаюсь то они спокойно так сюда попадают а я что закрепили гей она там на втором этаже доберешься будет непросто их обойти внимание два капитана так он тот с огнежаром подожди блядь ай бля я думал обойти там можно так он там усы где жара надо в затылок выстрелить то беги беги прямо к тому подбежал красавчик лошара просто молодчик блядь просто карри фатно к своему подвижаться дохуй один умру красава кихо я не скажу Дебил, сука. О, здорово, а ты откуда взялся? Неожиданно, блядь. Вы откуда взялись-то так резко? Я его не вижу, блядь, чё? Ты ебанутый, я тебя не вижу. Чё там потёмки какие-то, сука, со стенкой сливаешься? Я тебя заебал. Вроде со всеми разобралась. Да? Внимание. Структурное повреждение германзом. Или нет? Ебанарод. А, их двое, блядь. Да, блин, что? Сейчас, сука, сейчас, давай, блядь, давай, сука. Чё, сука, нравится, блядь? По крайней мере, пока. Тогда не стой на месте. Найди гею. А я до этого, блядь, на месте стоял и ничего не делал. Тут грибов так много, слушай, растёт. Странная, конечно, какая-то пещера. Здорово. Не пугай меня. Как следует из времени, это будет подхват. Кажется, это здесь. Кабинет Элизабет Собак. Опять они. Да заебали. Кто? Да откуда вы? Они всё время впереди меня, блядь, как-то оказывается. Сначала нам пулеметчика грохнуть и забрать в него пулемёт, а потом с пулемётом убить остальных. Идеальный план. Перед вами Аполлон. Коллективная память всего человечества и источник знаний для будущих поколений. Я сами наоб... Так, стопэ. Блядь, без шума, атака просто не появляется, заебала. Ну что-то первым пулеметчиком вообще никак не получится, походу. Потому что они где-то в жопе мира там сидят, суки. А, вон он. А, ну это не пулеметчик. Да обезьяна, умри, блядь. Это не пулеметчик. Ап- una пулеметчика. Убляя. 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 достой тупица дайте ежики ован заебал не спасибо не надо мне от вас ничего не нужно месье он сможет это залезть и по сути нет у него же пулемет тяжелый да и залезть ты не можешь лошара тихо не дергайся лошара в этой будем считать пещере чудес осмотрись может что уцелел да мне не надо откуда как туда попасть он туда ну да вот одну вон лестница была не сюда не спасибо а не надо я с твоим аидом уже знаком отстань наверх не попасть перед вами элифия главнейшая важнейшая программа под функция гей ведь именно благодаря ей человеческая раса продолжит свое существование я патрик башеркляйн руководитель это и поганки машины призванные родить новое поколение людей и не имеет никакого комплекса колыбель элизабет говорила в таких местах родится новое поколение людей говорила гора великой матери одно из них есть лишь один способ узнать люк не открывается там говорилось что-то про поврежденный альфа-реестр надо обыскать кабинет элизабет да можно задействовать морфологии анчелон хотя будет временная потеря сознания да где куда идти-то то чего вот же дверь а на ней кнопка не светится я думал что она не открываем о нихуя тут чемодан здоровый моргла бы куда-то ушел при припрятать файл с альфа-реестром целый да он не поврежден так до чего ты ждешь копируй теперь я смогу восстановить реестр священной горы открыть войти и узнать все секреты где я родилась может узнаю кто-то меня родил кто ты правда такая наивная не надейся что там тебя кто-то ждет тебя произвел на свет не кто-то а что-то нет я закон рожденный это ты лой порождение машины но какой машины для чего зачем тебе создали ну по сути все вы порождение машины разве нет ну то есть твои предки в любом случае тоже были рождены машиной ты бессонна ай горилла горилла сука ты жива хорошо тебе уготована более подобающая смерть дитя это сок моя пятка последнее что-то увидишь в своей жизни козлина всю мою жизнь мне было твердо известно одно свой говеную злодейскую речь воителем солнца и и когда убили джерана и когда меридиан пал моя вера оставалась крепка пока не появилась ты когда мне сказали что ты выжила во мне зародилось сомнение как неизбежен рассвет после заката неизбежная гибель моих врагов но я ошибся почему с каждой твоей атакой с каждым убитым воином мои сомнения росли я все вспоминал момент когда мой нож был у твоего горла один смах одно движение лезвия и тебя бы не стало моя рука сразила много врагов зачем я медленно почему не выполнил то что должно влюбился у тебя шрам на щеке тебе помешали да я помню хороший воин для дикаря его звали раст и тебе с ним никогда не сравнится и все же он позволил так запросто выпустить себе кишки и нет дело не в нем я мог бы тебя прикончить но не стал это ошибка не давала мне покоя преследовала меня и лишь когда я поймал тебя там в том месте я наконец постиг мудрость солнца великий замысел что связал эти события ты должна была выжить в тот день должна была помешать нам вести раскопки мне было предначертано здесь схватить тебя чтобы ты стала жертвенным даром солнцу все так как должно было быть как было предсказано согласно его замысля отдать какой ты кучи слышу чё твоим и налог злодейский просто ה организм ты просто обвести этот и дурак ты да дурак хули слег древняя машина они это ваша погребенная тень плевать ему на меридиан он хочет уничтожить все и всех а ты его услужили я служу не погребенный тени я служил солнцу в тени противоположности слились во имя одной цели тень и солнце тьма и свет ты правда не слышишь как нелепо это звучит раньше ты служил сумасшедшему королю а теперь служишь сумасшедшей машине сдаешь позиции как-то припомню эти слова когда буду смотреть как горят твои останки боюсь ты не уловила сути я победил не только тебя но и сомнения а настоящая вера дарит бесконечную силу так открой клетку и убедись что ты прав что твоя вера не самообман круг замкнулся каждый элемент на своем месте ровно там где должен блудный зверь пойман его удел известен пойти на заклание кстати о жертвах забыл тебе сказать после того как ты обрушила нашу сеть и отправил гонцов на восток приказал собрать войско и атаковать вашу священную землю все нора будут казнены то есть моей целью была ты но похоже без всего этого можно было обойтись я же так расстроен мне же так совсем не похуй зачем убивать десятки невинных людей пустая трата сил ты права я даже не смогу полюбоваться в любом случае отменить приказ я уже не смогу я бы и хотел но твоими стараниями связь между нашими отрядами оборвана и чем я сейчас расстроиться что ли нет зачем я это сделал не надо было обрывать эту связь нормальных нора то по пальцам одной руки пересчитать все остальные крысы как видишь на сирос я не стал медлить я уже взмахнул своим клинком не промахнулся нельзя просто было как-то ну взять и казнить зачем давать шанса чтобы ну как бы непонятно если честно я бы просто казнил да и все молча даже разговаривать бы не стал нахуя убил забыл и все делаешь свои дела без всяких заморочек а так ты дает шанс по своему врагу снова сбежать и снова как бы ну помешать тебе глупые наши годы во тьме закончены новый рассвет дрожит на горизонте настает новый день и очень скоро ложный король будет мертв а мы вернем себе святой меридиан и в этом я стану орудием пророчества ныне слились воедино все половины творения солнце и тень еще так говняная речь еще одна говняная речь всем сидеть разве вы не видите благословение солнца перед своими глазами как могли подобные создания ночи выйти на охоту среди бела дня если бы это не было угодно великому солнцу много лет назад освещая кольцо солнца великий джеран казнил здесь многих неверных просипы под копыта бегемота бегемота бегемот грозен и могуч в свете солнца но еще страшнее он когда его окутывает сила тени так пускай это вероломное отродье отдаст свою сын пустяна станет первой из тысяч держись за клетку я же говорю набрал про за стенки книга клетки держаться чтобы не вывалиться из нее и все а на этом мы закончим подписывайтесь на канал на паблик ссылки в описании комментируйте ставьте лайки и увидимся в следующей серии всем спасибо всем пока